Грядущий 2017 год экологии. К нему следует основательно подготовиться, считает Министерство Московской области. Комплексы очистных сооружений в регионе десятилетиями не видели модернизации. Так, жителям города Щелково пришлось чуть ли не целый год терпеть неприятный запах. Мониторинг всех предприятий, занимающихся очисткой стоков, по поручению губернатора проводит Министерство экологии Подмосковья. Одним из первых в списке его руководителя Александра Когана стал Щелковский район. Выездное совещание совместно с представителями общественности прошло в районной администрации. Губернатор поручил Министерство НЖКХ нам промониторить абсолютно все очистные сооружения, посмотреть объем сбросов, посмотреть объем проблемы и к концу года мы должны предложить губернатору комплексную программу модернизации очистных сооружений. Очень предпочтительно, не то, что после послания губернатора сразу приезжает министр, ставит конкретные задачи. Следующий год – год экологии, 17-й. Соответственно, те задачи, которые актуализировал сегодня в своем выступлении Александр Борисович, они для нас будут первоочередными в их решении. Уверен, что все уважаемые коллеги и главы, которые сидели на этом совещании, также их восприняли, как и я. Ранее в Министерство экологии поступило более 200 обращений с жалобами на неприятный запах. К счастью, сейчас отталкивающий аромат практически исчез. Тем не менее, чтобы воздух и дальше оставался чистым, необходимо думать о капитальной реконструкции очистных. Сейчас разработкой проекта на основе систем водоотведения всех пяти муниципальных образований, пользующихся услугами Щелковского предприятия, занимается Министерство ЖКХ региона. Сейчас идет сверка водных балансов, то есть объединенная именно работа уже с объединенными всеми схемами. В ближайшее время мы планируем провести технический совет и начать отсматривать предлагаемые технологии по модернизации. На данный момент я считаю, что запахи ликвидированы. Работа со стороны администрации Щелковского муниципального района была проведена очень большая, и поэтому на сегодняшний день запахи не ощущаются. Но я считаю, как житель, я считаю, что работу надо проводить в силу того, что город разрастается, и поэтому у нас очистные сооружения должны реконструироваться. Ну а пока на очистных решают текущие проблемы. В первую очередь вывоз илового осадка. Его за последние годы на специальных картах скопилось немало, что может существенно помешать работе очистных. Как идет работа, Александр Коган решил проверить лично. Перед совещанием выехал на предприятие, осмотрел основные комплексы и поля с осадком. Оказалось, что проблема может быть не только в запахе. Серьезно взволновала министра, куда компания Биоэкопром вывозит отходы. Не все нам там понравилось на сегодняшний день. Во-первых, мы сейчас поедем посмотреть, где они там перерабатывают эти елы, потому что это делается в Люберевском районе, недалеко от реки Пихорки, от знаменитой реки Пихорки, которая так уже подвергается негативному воздействию достаточно серьезно. Но если будут выявлены нарушения, то вплоть до перестановки деятельности по данному госконтракту. Министр пообещал держать эту проблему на контроле и в дальнейшем. Следующие рейды с проверкой качества стоков будут проведены в Щелковском районе этой весной. Александр Коган подчеркнул, что локальные очистные должны также появиться на каждом промышленном предприятии. Это обусловлено федеральным законом. Мы работаем уже в течение полутора лет по этой проблеме. Выявляем те промышленные предприятия, у которых или не работают локальные сооружения, или вообще отсутствуют. Очень много уже выписали штрафов. Это работает единый оператор наш водоканальский, плюс надзорная служба, в том числе и наш комитет по экологии. Также на совещании министр озвучил концепцию новой программы по распределению отходов. В регионе будет действовать не только единый оператор, но и единая система. На территории нескольких кластеров планируют утвердить точную схему обращения с отходами. Буквально отследить мусор от бачка до специального полигона. Однако для этого нужно, чтобы каждое предприятие, производящее хоть какие-то отходы, представило специальную документацию. С 1 марта текущего года юрлицы, которые не внесли в кадастр отходов сведений, будут преследоваться по закону по административной ответственности. О многом говорит также и то, что с 1 января 2017 года тариф на вывоз мусора станет коммунальным. Действительно, сейчас очень много разрабатывается программ по вывозу экологии, чтобы во всех районах было чисто экологично, потому что будет существовать одна единая система, начиная с бачка, вот от дома, и заканчивая уже будет по системе ГЛОНАСС до его захоронения, до его переработки. Это будет строго очень все отслеживаться и будет очень браться в строгие очень рамки. Главной целью на перспективу станет снижение объема захораниваемого на полигонах мусора. Сейчас это более 97%, хотя как минимум половину можно перерабатывать. Также на совещании обсудили проблему незаконной разработки недр и содержания водных объектов. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелком». Электричество.